В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Малащицкая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе. Этнотуризм и хоккей, как это совместили в Кашарском районе. Кузнечное дело, не просто искусство, еще и дополнительное направление сельхозпредприятия. Как получить большой урожай клубники, несмотря на капризы природы, секреты бывалого агронома? На северо-востоке области из-за скудной почвы, холодной зимы и жаркого лета урожаи в два раза ниже, чем в южных районах. Население меньше, но жизнь становится все интересней. Вот один эпизод из жизни Кашарского района, связанный с недавно открытым ледовым дворцом в селе Каменка. Гладкое смолистое дерево притягивает к себе. В будущем из них вырастет гостиница. Эти стволы были обработаны и изготовлены во Владимирской области. И в этом экологичном уголке появится новая гостиница. Не просто гостиница, а продолжение ледовой арены. Здесь уже осенью будут жить спортсмены, хоккеисты, фигуристы. Из разных регионов поступают заявки на проведение тренировок и соревнований. Да и трасса на Вешенскую рядом. Путешественников, несомненно, привлекут такие необычные избушки. Экотуризм – перспективный тренд. Здесь будет огромная, так называемая, клумба в центре, состоящая из имитирующих поля. И различные сельскохозяйственные культуры возделываем в нашей местности, которые будут украшать данную территорию. Не только украшать, она будет и знания нести. Ведь многие проезжие до сих пор думают, что арбузы растут на деревьях. Да, я думаю, это вы подсказали идею. Одно поле бахчевых мы обязательно здесь посадим, чтобы можно было прогуляться, сорвать дыньку, арбуз и здесь же его съесть. Мини-поля у гостиницы – дань аграрному делу, основному бизнесу сельхозпредприятия. Производство тесно увязано с развитием социальной сферы, с возведением культурно-бытовых объектов. С учетом, конечно, среды обитания, в которой в данном случае есть свои плюсы и минусы. Чем красен Кашарский район? Тем, что здесь нет ни одного производства вредного. Соответственно, нужно извлекать максимальную выгоду из этой ситуации. А сейчас в стране набирает, да и в мире, набирает обороты агротуризм. Люди стремятся ближе к земле, стремятся сбежать из этих бетонных коробок. Поэтому, ну, сам этот тренд нам подсказал, как должна выглядеть наша гостиница. Поэтому она вот из такого экологически чистого материала, как дерево. Да, вы специально это сделали. И дальше обрастать будет территория, я так думаю, тоже чем-то соответствующим. Да, безусловно. Здесь уже есть генплан этой территории. Все продумано и много уже сделано для облагораживания территории не только базовой каменки, но и всего района. Сельхозпредприятие подготовило проекты ремонта сельских домов культуры, детских садиков, провело водопроводу, строило детские площадки в хуторах и селах и многое другое. Раньше предприятия брали шефство над какой-то школой, над каким-то детским садом. Сегодня Светлый взял шефство над Кошарским районом. И еще один пример благоустройства жизни в отдельно взятом районе. Три года назад в хуторе Дебровы появилось подсобное производство сельхозпредприятия «Необычное железное». Куй железо пока горячо. Известная истина. Но здесь все как-то по-иному, хотя горн есть, пусть и маленький, и огонь сильный. Процесс комментирует хозяйка горячего цеха Оксана Залкина. В горне сейчас будет раскаляться, ну так скажем, кусочек металла, и потом из него будет на вот станке, который рядом, будет изготавливаться непосредственно сам элемент кованых изделий. Это газ, работает газ и быстро, я смотрю, быстрее, чем в кузнице. Да, да, это сейчас газ, станки электрические, естественно. Ну, хоть это и называется холодной ковкой, но все равно, все равно металл приходится подготавливать горячим способом. Такой огонь, какая холодная, ну что? Это производство появилось в хуторе Дебровой, потому что понадобился забор вокруг ледовой арены, почти полкилометра длиной. Посчитали, обойдется в 2 миллиона рублей. Подумали и решили на эти деньги купить кузню и все, что к ней прилагается. Привезли все из металлургической столицы России, из Челябинска. Подумали и о красоте. Заказали множество художественных штампов. Поражает мощность пресса, из-под которого из полоски металла выходит узор. Это полоса прокатывается, листовая. Но она под давлением идет или лезть разогревается? Нет, 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 это на холодную все делается. Вот есть косичка. Отдельно заказали штамп с фирменным знаком предприятия. Он отпечатался на витой полоске дровницы, украшенной листьями, которые штампуются здесь же, на соседнем станке. Редкое дело. Как правило, такие изделия закупаются отдельно, в Китае или Челябинске. Собственно, оттуда, с Урала и привезли все оборудование. Еще один пресс быстро проглатывает обычный пруд, выпуская его уже стеблем. Что-то за идею где-то подсмотрели, где-то придумали. Но все это чисто наше производство. Производство нашего ума и наших рук. Сколько у вас человек работает? В данный момент трое рабочих, и я менеджер, организатор, так сказать. Хозяйка металлического двора. Да, можно и так. Мастера постоянно совершенствуются. Берутся уже из-за сложного производства. Тонкое, кружевное. Три года работает кузница. Многие здания и сооружения в Дебровом и Каменке. И не только. Отмечены изделиями местных кузнецов. В основном это социальные объекты. Мы уже окупили это цехковки. И дальше все социальные объекты, которые мы реализуем. И цехковки активно участвуют во всех наших мероприятиях. В том числе и в интернате, в который дети уже заселены. Также еще огромное множество других объектов. Работа идет спора. За кузнецами и сварщиками покраска даже не успевает. Впрочем, навести лоск – это уже мелочь по сравнению с основным производством. Работы хватает. Зарплата хорошая. И в прошлом беженцы с Донбасса Залкины стали здесь уже настоящими жителями хутора. И мастерами своего дела. Далее в программе наша постоянная рубрика «Россельхознадзор» сообщает. Поля в восточных районах области бескрайние. Животноводство развито. Но сено с такого участка только во вред. Инспекторы это сразу увидели. Здесь горчак уже несколько лет. Давайте пробы отберем. Здесь еще амброзия есть. Посмотрим. Посмотрели. По своим технологиям отобрали пробы. Горчак с виду – обычный кустик, веточка. Но своими мощными корнями опутывает почву. Ползет глубоко в земле, выдерживая любую непогоду. А сверху отравляет и вытесняет все другие растения. Это сорняк злостный, карантинный, многолетний, корни отпрысковый и очень ядовитый. Почему горьким назвали? Потому что при поедании животными молоко становится горьким. И даже есть случаи, когда умирали животные. Также и лошади на таких выпасах погибают. И мука из зерна, в которое попадут семена горчака, будет испорчена. Как с ним бороться? Комплексно, механически и химически. Здесь в посеве люцерны очень плотные очаги горчака. Посмотрите, землепользователь применил гербициды с целью предотвращения попадания в сено. Улучшение качества кормов. Поле с проплешинами – печальная картина. Важно этот злостный сорняк сразу искоренять. А лучше не допускать следить за чистотой посевного материала. Иначе угроза экологической и продовольственной безопасности будет разрастаться. Особое внимание к районам, граничащим с другими регионами. Специалисты Россельхозцентра, главные агрономы сельхозпредприятий и представители районных администраций проводят регулярный мониторинг на наличие саранчевых вредителей. В этом году нами были проведены обследования приграничных территорий совместно со специалистами филиала Россельхозцентр по Республике Калмыкия и Краснодарскому краю. Все сельхозтоваропроизводители, находящиеся в приграничной зоне, готовы к встрече с опасным вредителем. Они имеют полностью всю необходимую технику, все препараты для эффективной борьбы и обработки сельхозугодий. Специалисты Россельхозцентра на местах в районах ежедневно проводят осмотр территории, рассылают информационные сообщения в хозяйство, работают в тесном сотрудничестве с администрацией районов. На сегодняшний день обследовано 72 тысячи гектар сельхозугодий по Ростовской области. Лето богато дарами, плодами садов и огородов. Сезон клубники заканчивается, но наша съемочная группа успела побывать в станице Мелеховской на подворье семьи Косовых. Весь июнь дожди, зелень бушует, а вот для ягод солнце надо. Нежная клубника под зонтиками листьев пропитана влагой, но за счет подбора сортов набрала и сахар. Это все наша российская земляничка, да, не заморская. Ой, такой и рот радуется. Сладкая-присладкая. Дружно наполняем корзинки, по ходу дела не забывая класть в рот. Каждый сорт различается по вкусу и виду. Для чего на этом участке вот у меня 23 сорта? Хватило бы 2, 3, 4, 5. Но нужно из этих 23 сортов проверить, которые подходят для нашей зоны. Есть сорта крупные, что в ладошку не помещаются, а есть мелкие для варенья, допустим, для компотов. Плюс дикие сорта для чего? Вот вы попробуете на вкус. Одну ягодку на кастрюлю 5-литровую бросили, ароматика бесподобная. Попутно выясняем отличия земляники от клубники. В обиходе уставилось мнение, что земляника в лесу, а клубника в саду. Но это не так. Главное отличие – расположение ягод на ветках. Вот она земляника. Ягоды на самом низу. Здесь, видите, даже вот созрела, созрела. Она плотно держится. Она как маленькие полукустарнички. Представляете, каждый день дожди идут, а ей нипочем. Все ягоды сверху, выше листьев. Вот это и есть самая настоящая клубника. Корзинки быстро наполняются. И в рот попало немало. Но конца клубничным делянкам не видно. Уморили вы меня своей клубникой. Я никогда не думала, что это возможно. Но я до конца не дойду уже. Уже все уже. Ну, Господи, мы только 13 сортов прошли. Еще 10 сортов. Ну, попробуйте. Уходим. Но глаз то и дело задерживается на ярко-красных сигналах из-под листьев. Давай туда. Руки тянутся, тянутся, тянутся. Посмотри, посмотри. Приятные хлопоты продолжились на кухне. И завершающим акцентом этого клубничного дня стали, конечно, вареники. На сегодня это все. Через неделю в это же время мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова